внешнеполитического ведомства проведет традиционную встречу с выпускниками 2023 года, которые поступают на работу в министерство. Запланированное выступление Сергея Викторовича Лаврова, интерактивная часть, в ходе которой будут уделены внимание ответам на вопросы, интересующие новое поколение мидовцев. Ожидается участие в мероприятии представителей и Совета ветеранов и труда, Министерства и Совета молодых дипломатов, ну и, конечно, руководителей подведомственных МГИМО, дипломатической академии, то есть подведомственных учреждений образовательных нашей системы. А 1-2 ноября в Москве состоится очередная всемирная тематическая конференция российских соотечественников, которая проживает за рубежом. В этом году она проводится под названием «Укрепление традиционных духовно-нравственных ценностей и залог единства российских соотечественников». И в мероприятии примет участие министр национальных дел России Сергей Лавров. Форум, который организуется под эгидой правительственной комиссии по делам соотечественников, за рубежом проводится при поддержке правительства Москвы и отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ. Участниками конференции станут более 155 соотечественников, руководителей и активистов общественных объединений, соотечественников из 82 стран мира, представителей федеральных и региональных органов, законодательно-исполнительной власти, традиционных конфессий, российских фондов и неправительственных организаций. А 2 ноября запланирована презентация экономического, инвестиционного и туристического потенциала Курской области и пройдет на вкультурном центре главы ПДК «Примит России». Представлена будет экспозиция, демонстрирующая достижения данного региона России в сфере сцены экономического развития и раскрывающая уникальное культурно-историческое наследие. На мероприятие приглашены главы дипломатического корпуса, представители российских и зарубежных СМИ, запланированы выступления министра иностранных дел России Сергея Лаврова и губернатора Курской области Спенсровойта. И мы приходим к актуальной международной повестке, конечно, ситуация вокруг Украины. Украинские киевские режимные каратели продолжают безжалостно наносить удары по населенным пунктам Донбасса, Приазове, Херсонщина и других российских регионов. В результате обстрелов ВСУ гибнут и получают ранения, ни в чем не повинные мирные жители, включая детей. И, безусловно, особую ненависть у них вызывают наши объекты, гражданские инфраструктуры. 22 октября в Херсонской области в результате обстрелов украинских нацистов погиб один человек, двое получили осколочные ранения. 24 октября от атакы ВСУ в этом российском регионе погибли двое мирных жителей, еще один был ранен. Не прекращаются хладнокровные обстрелы Донецка. Только 23 и 24 октября в городе в результате ударов ВСУ два человека погибли, четверо ранены. По данным властей ЛНР, с 1 января по 22 октября текущей угодной территории республики, вызвать обстрелов ВСУ и подрыва на взрывоопасных предметах погибли 65 человек, в том числе ребенок. Ранены 223 человек, в том числе 20 детей. Все это вновь подтверждает, что для преступного киевского режима человеческая жизнь не стоит и ломаного гроша. Этот киевский режим оставляет после себя только разрушение, выжженное поле. Это их задача, но им мы будем противостоять. Суды Российской Федерации на основании доказательств, собранных Следственным комитетом нашей страны, продолжают выносить приговоры украинским неонацистам, совершившим тяжкие преступления против мирных граждан. Боевики ВСУ Морозов-Егоров, которые весной прошлого года в Мариуполе расстреляли двух мирных жителей, получили по 26 лет лишения свободы каждой. Еще одному украинскому нацисту Крутюку, который расстрелял их мирных жителей в апреле 22-го года в Мариуполе, заочно назначено 25 лет лишения свободы. К 14 годам лишения свободы приговорены военнослужащие ВСУ Шаповалов, который в июне 22-го года в Севердонецке выстрелил из гранатомета в сторону жилого дома, повредив имущество пожилой жительницы. Работа по привлечению к уголовной ответственности лиц, причастных к подобным преступлениям, будет продолжена, и мы будем о ней информировать. Никто не скроется от правосудия. Как вы видите, даже в ангажированных западных средствах массовой информации начинается целая цепочка верениц материалов, публикация этих материалов относительно преступлений киевского режима. 23 октября американское издание Washington Post опубликовало развертую статью о причастности украинских спецслужб к убийству Дарьи Дугиной. Я напомню, она погибла от взрыва автомобиля. В этом же материале говорится о причастности спецслужб киевского режима на Крымском мосту, другим преступлениям. Отмечается, что с 2015 года ЦРУ направила десятки миллионов долларов на подготовку украинских спецслужб и их превращение в союзников для борьбы с нашей страной. В том же ключе упоминается и британская МИ-6. Сообщается, что эти две англосаксонские разведструктуры создали в СБУ подчиняющиеся им изолированные 5-е и 6-е управления, которые должны быть сосредоточены на мерах, так называемых активных мер, то есть диверсиях против нашей страны. Из этой публикации следует, что за операциями спецслужб Украины все это время стояло именно ЦРУ, с которым согласовывались все громкие акции, которые обеспечивали их исполнителей всем необходимым. Теперь, когда стало понятно, что украинские нацисты не остановятся перед применением современных вооружений и технологий для терактов и заказных убийств на территории третьих стран, американские хозяева Зеленского пытаются откреститься от его безумных и кровавых террористических вылазов. Я хотел бы пояснить, зачем и почему появляются такие публикации. Как вы прекрасно знаете, мы неоднократно говорили о причастности Вашингтона ко всему тому, что происходит на Украине. В том числе созданию вот этого самого киевского режима, который сейчас превратился в террористический, пествование неонацизма, поставки вооружений и так далее. Почему же подобные развернутые публикации на эту тему появляются в американских СМИ только сейчас, несмотря на то, что мы об этом говорили с опорой на факты давно? Тут целая цепочка причин. Ну, во-первых, потому что начинаются выборы в США, которые диктуют свои законы средствам массовой информации. О многом мы будем узнавать, а многом мы не узнаем никогда, но так или иначе это непосредственно связано с электоральным циклом США. Во-вторых, потому что определенные части политической элиты, в том числе и связанные со средствами массовой информации, нужно сделать все для того, чтобы отмеживаться от террористической деятельности Зеленского. Они прекрасно понимают, что всему есть свой, так сказать, ход событий и, безусловно, киевскому режиму наступает конец. И, конечно, все его преступления будут квалифицированы как не просто преднамеренные, а как международные, с опорой на международное посредничество в создании террористической ячейки. И нужно сделать все определенной части политической элиты на Западе для того, чтобы показать, что они к этому не причастны. И отсюда вот такое поспешное желание сбросить с себя ответственность. Вроде как, публиковали же материалы относительно причастности спецслужб США к этим злодеяниям, вроде как были объективны? Да нет, не были никогда объективны, потому что материалов на этот счет было предостаточно. Фактов, прямых, косвенных улик, доказательной базы, просто ее не видели. А сейчас, тогда, когда внутриполитическое пространство США готовится к очередному избирательному циклу, нужно, так сказать, подстраховаться и занять соответствующие позиции, и сыграть в очередной раз на политических раскладах, появляются такие материалы. Поэтому, да, с одной стороны, безусловно, это очевидная вещь, но мы о ней говорили много лет, и после терактов в отношении Дарьи Дукина, и после терактов, которые были направлены против Крымского моста на его уничтожение, каждый раз фактами на руках это доказывали. Это не есть, эта американская публикация не есть первое доказательство, это не нечто, что проливает свет на произошедшее, мы об этом говорили. Это дополнение, это уже то, против чего невозможно сопротивляться. Это истина, которая начинает действительно пробивать себе дорогу. Но она, безусловно, эта публикация связана с попыткой определенной части политического эстеблишмента США снять в себя ответственность и показать, что они как бы не причастны. Ну так, на всякий случай. Мало ли как будет развиваться событие. 19 октября Миннадел Эстонии. Маргус Цахкна на форуме под гидой Атлантического совета заявил, что Украина это самый дешевый путь избавления от так называемой агрессивности России. Его утверждение в очередной раз подтверждает, что киевский режим воспринимается так называемой западноевропейской семьей исключительно в качестве пушечного мяса. В свою очередь, американский сенатор Митч МакКонова, а мы сегодня еще о нем поговорим подробнее, на днях цинично заявил, что Украина способствует, понимаете, созданию рабочих мест в 38 штатах, имея в виду увеличение заказов на оборонных предприятиях и повысившийся в результате спрос на дополнительную рабочую силу. Вот, собственно говоря, история про вовлеченность Соединенных Штатов Америки в ситуацию на Украине и в действия киевского режима. И для этого не нужно читать или не читать американские средства массовой информации, нужно видеть первоисточники. Вот они, видите, напрямую делают самообличительные заявления. Другое дело, что американским средствам массовой информации все-таки пора уже просыпаться и видеть, что заявляют их собственные политики и делать соответствующие выводы. Уже не в первый раз слышим от европейских и американских представителей политического истеблишмента различные вариации одной и той же идеи. Украина это дешевый расходный материал, средства для выполнения собственных геополитических и экономических задач. Просчитываем, что осознание этого очевидного факта придет к здравым силам на Западе, да и на самой Украине, которая одернут своих руководителей, правителей, кукловодов, называйте, как хотите. В Киеве по-прежнему грезят мечту об открытии, как они говорят, Второго фронта против России. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов вслед за Зеленским, недавно призывавшим Грузию начать подобные боевые действия, адресовал аналогичный призыв властям Молдавии. По сути, Киевская хунта ведет подстрекательство к разжиганию войны на Кавказе и в Приднестровье. Кто за ними стоит? Ну, конечно, Соединенные Штаты Америки. Почему? Потому что с их точки зрения, с точки зрения определенных сил в США, мир должен запылать. Мы же видим, как они не могут даже на дух перенести слово прекращение огня и успокоение ситуации в контексте Ближнего Востока. Именно поэтому они сблокировали соответствующие российские предложения о включении призывов к умиротворению в резолюцию Совета Безопасности ООН. Мир должен полыхать, потому что так хотят Соединенные Штаты Америки. Показательно, что тот же самый Данилов угрожает расправой всем украинцам, которые в социальных сетях ведут разговоры о том, что Украине необходимо прекратить боевые действия. Но это же и есть американская логика. На нацистский режим Зеленского не приемлет никаких разговоров о мире, он исходит исключительно из логики войны. Опять же, это логика Соединенных Штатов, навязанная, инкорпорированная и хорошо проплаченная киевскому режиму. Обратили внимание, что 28-29 октября на Мальте состоит очередная встреча в так называемом «копенгагенском формате» советников по национальной безопасности и лидеров государств. Большинство встать, как они говорят, на правильную с точки зрения западного менталитета сторону истории и подключиться к реализации пресловутой формулы мира Зеленского, не имеющей ничего общего с урегулированием конфликта и с миром, естественно, который является, по сути, формулой войны. Сам «копенгагенский формат» — это абсолютно нетранспарентная и не учитывающая мнение его участников площадка. Организаторы мероприятия формата используют все средства вплоть до мошенничества, шантажа и угроз, чтобы заманить как можно больше стран, особенно тех, кто придерживается нейтральной позиции касательно украинского кризиса. Вместе с тем, очевидно, что подобные сходки абсолютно не имеют никакой перспективы, они просто контрпродуктивны. Что сказал сейчас Кулеба, человек, который выдает себя за министра иностранных дел Украины, он сказал, что каждая страна должна взять какой-то пункт из так называемой формулы мира Зеленского и начать его исполнять. Это вообще какой-то абсурд. Это какая-то, я не знаю, это уже просто антилогика. Документы обычно, неважно, как они будут называться, декларации, соглашения, инициативы воспринимаются всеми в целостности, в совокупности всех пунктов. Кто-то, может быть, с чем-то не согласен, дорабатывать их или нет. Вы послушайте, что предлагает киевский режим с подачи Соединенных Штатов Америки. Они придумали несколько пунктов, которые назвали вот этой самой формулой мира Зеленского, и предлагают странам выбрать из этого списка любой пункт, который их может более-менее устраивать. И таким образом будут считать эти страны подключившимся к формулой мира Зеленского. Причем, что остальные пункты могут идти вразрез с мнением, фундаментальным мнением этих самых стран. Ну, это же какой-то абсурд. Но это если смотреть с точки зрения здравого смысла. А если смотреть с точки зрения вот этой самой нездоровой психологии киевского режима, то все как раз очень даже складывается. Хоть как-то, хоть чем-то, хоть по какому-то пункту, но увязать количество стран, чем больше, тем лучше, с поддержкой Киева. Не важно, что это не так. Не важно, что эти страны не собираются становиться ко-спонсорами или участниками этой самой псевдомирной инициативы. Но в публичном пространстве задача киевского режима заключается именно в том, чтобы создать ощущение поддержки мировым большинством своих инициатив. Но этого не будет. И мало того, я хотел бы еще раз напомнить, что любой формат обсуждения возможных контур мирного урегулирования без участия России заведомо не будет иметь добавленной стоимости. Кроме того, не может не вызывать сожаления, что Мальта, на протяжении многих десятилетий делавшая в своей внешнеполитической линии акцент на строгом нейтралитете страны в военно-политических вопросах сегодня представляет площадку для сугубо ангажированного и откровенно антироссийского мероприятия, которое не имеет ничего общего с поиском мирного урегулирования украинского кризиса. В средствах массовой информации появились сообщения, что украинские власти, продолжая свои преступные злодеяния, дошли до того, что закрыли в Херсуне две из трех районных больниц. Все их врачи направлены работать в медкомиссии военкоматов. Вы только вдумайтесь. Ведь эти же больницы лечат не как они называют врагов Украины, они лечат граждан Украины. Но им сейчас не до этого. Ведь задача киевского режима убить как можно больше собственных граждан. Только одна задача. Только одна. Других нет. По сути, жители города оказались цинично брошенными без медицинской помощи и лечения. Но крайне продолжается агрессивная русофобская кампания киевского режима. На этой неделе в Днепропетровске с фасада здания Днепропетровской академии музыки, которая была названа в честь русского композитора Михаила Глинки, демонтировали бы рельеф с его изображением. Теперь виноват во всем уже Глинка. Ранее, тем летом, городские власти переименовали академию, убрав из названия имя композитора. Но Глинка-то тут при чем? Киев угоду своим западным хозяевам не прекращает вести курс на уничтожение всего. Буквально всего, что связано с русской культурой. Со всем русским. Это еще одно свидетельство нацистской суде сегодняшней власти в Киеве. И не верьте тем, кто говорит о том, что это из-за болезненного отношения киевского режима и всех украинцев к тем событиям, которые начались с 22-го года. Ничего подобного. Это же началось все задолго до 22-го года. Это в 22-м году приобрело уже просто стихийный масштаб. Но ведь планомерно, год за годом, они делали именно это. Не разрешая говорить на языке, переименовывая людей и детей, не давая возможности развивать культуру, искусство людям, которые исповедовали именно все это на базе собственной истории, собственного народа. Переписывали историю, сносили памятники, переделывали эти памятники. Режим Вселенского в полной решимости избавится от канонического православия на Украине. Раньше ведь нам не верили, раньше нам говорили, что мы преувеличиваем. Но вот теперь, 19 октября, Верховная Рада в первом чтении приняла правительственный законопроект, направленный, по сути, на запрет украинской православной церкви и ее последующее поглощение Раскольнической, как они называют, православной церковью Украины, являющейся политическим проектом Вашингтона и Константинополя. Данный документ юридически уничтожен, он противоречит Конституции самой Украины и вносит раскол в общество, затрагивает чувство миллионов православных верующих. А на к киевским неонацистам нет до этого никакого дела. Антинародная власть защищает интересы своих западных спонсоров, а не жителей страны. Им нет тела доверования людей. Они плевать хотели на чувства людей, на их представления о жизни, о самих себе, о своей стороне. Именно это абсолютно все равно. Они гнут ту линию, которая проплачена Вашингтоном, на полное изничтожение Украины как сообщество людей, как этнокультурные общности, как государство. Они должны полностью ее изничтожить. А затем выстроить на этом пепелище абсолютно не соотносящуюся с историей и культурой этого места, этой территории, этого народа, некое новое образование. Они же умеют это делать. И сделают это еще раз, как они считают. Рассчитываем, что мировое сообщество не останется в стороне и сделает соответствующие не просто выводы, но и заявления относительно этого беззакония. Международные профильные организации должны потребовать от режима Зеленского немедленно отказаться от данной затеи. 23 октября мы отметили очередную знаковую дату в истории нашей страны. В 80-летие освобождения Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков. Гитлеровцы пытались удержать город любой ценой. Они выстрелили в 150-километровый укрепленный рубеж. Однако благодаря мужеству и героизму солдат Красной Армии, которым пришлось в буквальном смысле отвоевывать дом за домом, город был освобожден. В наши дни киевский режим, подражая своим нацистским идолам, намеревался в ходе широко разрекламированного, как они говорили, контрнаступа вновь захватить город. Однако его планы не только полностью провалились, но им вообще не суждено сбыться. Мелитополь, как и все при Азове, навсегда воссоединились с исторической родиной. Вчера 25 октября исполнилось 80 лет со дня освобождения Днепропетровска от немецко-фашистских захватчиков. В результате стремительного наступления Красной Армии и масштабные операции по форсированию Днепра гитлеровцы вынуждены были оставить город, который они оккупировали в 1941 году, нанеся колоссальный ему ущерб, зверски замучив и истребив тысячи горожан. Основную роль в освобождении Днепропетровска сыграли доблестные советские солдаты 3-го Украинского фронта под командованием генерала армии Федора Толбухина. Мы помним те героические страницы истории, мы помним, как шла борьба с коричневой чумой, и мы уверены, что жители Днепропетровска и Украина рано или поздно избавится от нынешних неонацистов, которые готовы поднести их в жертву корыстным интересам своих западных хозяев. Все вышеперечисленное еще раз подтверждает цели и задачи специальной военной операции. Теперь переходим к палестино-израильскому конфликту. С сожалению, констатируем, что ситуация в зоне противостояния продолжает развиваться по негативному сценарию. Неуклонно растет число жертв. По имеющимся данным, с 7 октября погибло почти 6 тысяч палестинцев и полторы тысячи израильтян. Среди них свыше двух тысяч детей. Дети гибнут с обеих сторон. Задайте вопрос. Каждый. А вообще, дети, гибнущие дети, они имеют национальность? Ну просто задайте себе этот вопрос. Количество раненых превысило 20 тысяч человек за две недели. Растут масштабы гуманитарного бедствия в секторе газа. Более одного миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома. В Анклаве остро не хватает топлива, продовольствия, медикаментов, ограничен доступ к питьевой воде. От последствий жестокой блокады секторов в первую очередь страдают мирные жители и в первую очередь дети. Глубокая озабоченность вызывает сообщения о расширении географии столкновений на западном берегу реки Ордан. Там погибло уже более 100 палестинцев. Накапливается конфликтный потенциал в районе голубой линии на Ливано-Израильской границе. Мы с тревогой наблюдаем за активизацией ударов израильской авиации по территории Сирии, крайне обеспокоены военными маневрами в нерегиональных стран в Восточном Средиземноморье. Эти факторы наряду с усиливающейся воинственной риторикой с различных сторон повышают риски перерастания конфликта в общерегиональной. В связи с этим вновь подчеркиваем необходимость скорейшего прекращения огня и открытия гуманитарных коридоров для проведения эвакуационных мероприятий доставки в газу гуманитарной помощи. Вновь призываем к освобождению удерживаемых заложников. В рамках шагов, направленных на облегчение страданий мирного населения 19 октября самолетами МЧС в Египет было доставлено продовольствие для жителей палестинского анклава. Всего с начала боевых действий в секторе газа прошло три гуманитарных конвоя. Понятно, что этого недостаточно для покрытия имеющихся потребностей. Рассчитываем на наращивание объемов столь необходимых для палестинского населения гуманитарных поставок. Россия продолжает усилия, нацеленные на скорейшее урегулирование кризиса. Находимся в плотной координации с ключевыми региональными игроками и партнерами по БРИКС. Вместе с конструктивно настроенными единомышленниками проводим активную линию на площадке Совета Безопасности ООН в интересах скорейшего прекращения огня в секторе газа. Вновь подтверждаем нашу принципиальную и последовательную позицию. Данный многолетний конфликт не имеет силового решения и может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами через наложение полноформатного переговорного процесса на известной международной правовой основе, итогом которого должно стать создание, лучше сказать, независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующего в мире безопасности с Израилем. Приходим. Да, кстати, я говорила о том, что относительно высказываний МакКоннелла я сделаю комментарии дополнительно, так и будет. Мы вот внимательно следим за его антироссийскими заявлениями, в которых американский, в данном случае данный американский политик, которого нельзя по-другому назвать, кроме как ангажированным, системно делает попытки переписывания истории итогов Второй мировой войны. Вот тот самый Мич МакКоннелл отличился на днях в эфире телеканала Fox News, это был 22 октября, договорился до того, что назвал союз России, Ирана и Китая осью зла, якобы представляющей непосредственную угрозу для Соединенных Штатов Америки. Вы знаете, вот есть два выражения, которые в данном случае подходят. Поставить все с ног на голову и второе выражение валить с больной головы на здоровую. Вот я бы еще в данном случае, в контексте заявления МакКоннелла сказала, что он поставил все с ног на свою нездоровую голову, потому что по-другому и не скажешь. Он, наверное, забыл, что это не Россия, не Китай угрожают Соединенным Штатам Америки, а наоборот. Соединенные Штаты Америки говорят о том, что их задача нанести стратегическое поражение нашей стране России, что их задача сдерживания Китая, так как он является, там, варьируется от противника, соперника и так далее, и так далее. Что касается Ирана, то на протяжении десятилетий мы слышим именно из Вашингтона заявление о необходимости силового решения, окончательного решения иранского вопроса.